Иркутская область. Наводнение. Сильные дожди привели к резкому подъему уровня воды в реках. В зоне бедствия десятки населенных пунктов. Режим ЧС из-за паводка действует в пяти районах. Подтоплено около 10 тысяч жилых домов. Есть погибшие и пропавшие без вести. Эвакуированы более двух тысяч человек. Из них почти 600 детей. По всей России начали сбор гуманитарной помощи Московская область не исключение. Необходимо все. Постельное белье, подушки, одеяло, одежда и обувь для взрослых и детей всех сезонов, хозяйственные моющие средства, столовые приборы и кухонные принадлежности. Одно обязательное условие – предметы гуманитарной помощи должны быть новыми или в отличном состоянии, постиранные и поглаженные с товарной биркой. Сотрудники телекомпании Одинцова узнали об акции одними из первых и решили не оставаться в стороне. Мы решили так, что соберем и будем закупать школьные принадлежности. Уже скоро начнется новый учебный год и, конечно же, в первую очередь хочется помочь тем детишкам, которые оказались такой сложной ситуацией, все-таки как-то скрасить для них подготовку к школе и чтобы они пошли в школу с карандашами, фломастерами, ручками, альбомами, тетрадями. Ну и, конечно, не забыли и о самых младших ребятах и для них тоже приготовили небольшие подарки. С мамой, с папой у них проблемы, и детки грустят. И чтобы им было весело, им отправляют игрушки. Даша Харитонова с интересом разглядывает вещи. Она вместе с мамой и папой на работе. По инициативе Управления образования Одинцовского городского округа молодежный центр проводит сбор гуманитарной помощи. Ребята принимают вещи, сортируют и упаковывают. В Иркутскую область их уже доставят сотрудники МЧС самолетом, поездом или грузовым автомобилем. Все зависит от количества. Очень приятно, что люди так быстро реагируют. Все благодаря, что есть чаты неравнодушных жителей. Эта информация быстро по социальным сетям распространяется. И люди сразу же, буквально после публикации постов, начинают звонить, спрашивать, когда можно подойти, что нужно принести. Акция по сбору гуманитарной помощи жителям Иркутска проводится до 31 июля. Вещи принимают по адресу. Город Одинцово, Можайское шоссе, дом 38, Одинцовский молодежный центр. Волонтеры дежурят ежедневно с 10 утра и до 9 вечера, включая выходные дни. Все интересующие вопросы можно задавать по номеру телефона, который вы видите на экране. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.